МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня я расскажу вам историю о девочке, которая без спроса брала конфеты. Конфеты без спроса? Знакомая история. Ты что, знакома с этой девочкой? Да нет, я просто знаю многих девочек и мальчиков, которые иногда делают так, и не только они. А кто еще? Взрослые тоже так делают? Ну, уж не знаю, как сейчас, а раньше и взрослые таскали конфеты без спроса. Да не может быть! Взрослым-то должно быть известно, что брать конфеты, да и что-то другое без спроса нельзя. Но надо уточнить, что нельзя без спроса брать чужие вещи. И еще те вещи, которые просто брать нельзя. А какие просто брать нельзя? Ну, те же конфеты. А, вот почему их нельзя брать без спроса. Вот девочка, о которой я хотел рассказать историю, этого не понимала. Они же вот, на виду, в вазочке лежат. И такие вкусненькие, такие сладенькие. Ну, во-первых, от сладкого портится аппетит. Перед едой конфеты есть не надо. А после, после еды можно же? Можно. Ну, только одну. Ну, или две. Ну, почему так мало? Ну, зубы могут испортиться. Да и что касается девочки, она, видимо, не знала, что от сладкого поправляются. Да, наверное, не знала. А что ты говорила про взрослых? А что я про них говорила? Ты говорила о том, что они тоже таскают конфеты. Ну, уж не знаю, как сейчас, но раньше... А раньше, когда они были детьми? Нет, уже будучи взрослыми. Ну, ничего себе! Детей за это ругают, а сами... Раньше, давным-давно, конфет в магазинах не продавали. Да как это? Что это за магазины такие были неинтересные? Магазины здесь ни при чем. Да а в чем же дело? Дело в том, что конфет не выпускали на кондитерских фабриках. Ну вот, а что же на них выпускали? Ничего, просто и самих фабрик не было. Да, не сладко жилось людям в те времена. Но конфеты все же были! Что, их прятали? Нет, их никто не прятал. Конфеты делал повар. Повар? Да. В каждом знатном доме был свой повар. У нас сейчас все больше мамы и бабушки за поваров. Ну, и дома значительно меньше. А раньше в больших, богатых домах устраивали приемы. Приемы? Рукопашного боя? Прием гостей. А, гостей! Да, и, конечно же, старались угостить гостей чем-нибудь вкусненьким. Понятно, понятно. И повара делали конфеты. Совершенно верно. И если конфеты были очень-очень вкусные, приглашенные дамы незаметно складывали их в свои сумочки. Ах, вот откуда появилась привычка таскать конфеты. Сладкое наследие прошлого. Да нет. Просто все дети очень любят сладкое. Но не понимают того, что без спроса брать все равно нельзя. Это точно. А девочке, которая таскала конфеты, я так и не рассказал. Ну, мне кажется, в этой истории и так было бы все понятно. Да, не стоит брать конфеты без спроса. А то можно втянуться и взять еще что-нибудь. Ну, это уже совсем нехорошо. До свидания, ребята. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok